Высокие цены на энергоносители – не единственный козырь России в санкционной войне. Глава Мпромторга Денис Мантуров на совещании у Путина сообщил, что принято решение приостановить экспорт минеральных удобрений, крупнейшим поставщиком которых также является Россия. Если Запад продолжит создавать проблемы, то запредельные цены на удобрения ещё больше вырастут, а это в свою очередь будет влиять на продукты питания. Рост инфляции неизбежен, предупредил Путин. Владимир Путин впервые с начала военной спецоперации на Украине провёл совещание с членами правительства. Первым слово получил глава Кабмина Михаил Мишустин. Мишустин подчеркнул, что главными задачами, над которыми безвыходных работают министерства и ведомства, являются защита внутреннего рынка, оказавшегося под беспрецедентным внешним давлением, бесперебойная работа предприятий и сохранение занятости. Для этого уже разработаны 20 законопроектов и все необходимые правительственные акты. Премьер уведомил, для предотвращения закрытия производств и сохранения трудовых коллективов в иностранных компаниях, объявивших об уходе из России, будет вводиться внешняя администрация, которая определит их дальнейшую судьбу. Приоритетом, по словам премьера, является сохранение бывшего профиля. Иными словами, после национализации в популярном мебельном магазине должны по-прежнему продаваться элегантные столы из туя, а в известном фастфуде, как и предложил зампред совбеза Дмитрий Медведев, булки с котлетами. Владимир Путин планы по введению внешнего управления у беглецов поддержал. «Здесь нужно действовать решительно и ни в коем случае не допускать ущерба для локальных поставщиков». Заявил он, отметив, что работать в РФ должны те, кто хочет. Никакого произвола передачи иностранных компаний под внешнее управление, по словам президента, не подразумевает. Будут запущены исключительно легальные механизмы. ВВП подчеркнул, что сама Россия, несмотря на экономическую войну, ни от кого закрываться не собирается. Владимир Путин заметил, что от высокой инфляции, порожденной санкциями, страдают не только россияне. Недружественные страны призывают своих граждан затянуть пояса, одеваться потеплее. Указывают на санкции, которые они вводят против нас, как на причину ухудшения у них. Это все странно выглядит, пожал плечами ВВП. Он подчеркнул, что Россия все свои обязательства по поставках выполняет полностью, даже ГТС Украины загружена практически на 100%. Впрочем, президент намекнул, что рычагов воздействия на партнеров у России гораздо больше, чем газ и нефть, которые уже отказались покупать США и Великобритания. Россия и Белоруссия являются одними из крупнейших поставщиков минеральных удобрений на мировые рынки. «Если нам и дальше будут создавать какие-то проблемы с финансированием этой работы в страховании, в логистике, в доставке грузов, то цены, и так уже запредельные, еще больше вырастут», заявил Путин. А за этим однозначно последует рост цен на сельхозпродукцию и раскручивание спирали инфляции в западных странах. Денис Мантуров сообщил, что, пока не наведен порядок в логистике, принято решение полностью приостановить экспорт удобрений. «Если Запад продолжит создавать проблемы, поставки будут переориентированы на другие страны», – пригрозил он. Путин рассказал и о последствиях запрета на поставки российской нефти. По его словам, США сейчас стараются предотвратить грядущий дефицит нефти, что уже привело к резкому росту цен на топливо в Америке, пытаются уже во что бы то ни стало договориться с теми странами, в отношении которых сами вводили нелегитимные ограничения. И с Ираном готовы помириться, немедленно подписать все документы. И в Венесуэлу поехали, чтобы с ними договариваться. Но не надо было вводить против них эти нелегитимные санкции. По словам Путина, то же самое будет и в отношениях с нашей страной, в этом я нисколько не сомневаюсь. Мы вместе с нашими партнерами, которые не признают эти действия, безусловно, найдем решение по всем проблемам, которые пытаются нам создать. По сути, сейчас на Украине, с точки зрения мировой экономики, идет сражение за то, как будет выглядеть новый экономический цикл. Где появится его центр, кто будут его выгодополучателями. Запад проигрывает и проигрывает. Особенно Европейский Союз. Такая перспектива открывается, потому что с момента освобождения Украины будет формироваться, прежде всего, аграрный блок с участием России, Казахстана, Белоруссии, Украины. Назовем его «зерновой картель», о котором мечтали еще несколько десятилетий назад. А что касается цены на нефть, то я еще в прошлом году, и даже раньше говорил, что нефть выйдет в зону 200-300 долларов за баррель. Вопрос лишь, когда это произойдет. Мы не можем быть уверенными в скорости этого процесса, но ясно, что это произойдет. Уже сейчас цена близка к пику 2008 года, к прошлому максимуму – 146 долларов за баррель. Недавно нефть была по 130, до 146 – один шаг. Ну, а дальше к 200 долларам она может прийти уже совершенно спокойно. Дальше ее цена может оказаться и 200, и 300. Помните, все смеялись над запретом ввоза в Россию европейских хамона и пармезана в 2014 году. Дескать, Европе – это без разницы. Потом вдруг появился судебный иск от Евросоюза ко Всемирной торговой организации, в то, на 150 миллиардов долларов. Оказалось, что их убытки не такие уже и маленькие. Поэтому надо смотреть не только на те санкции, которые сейчас вводят Евросоюз и США, но и на те контрсанкции, которые последуют с большой долей вероятности со стороны России. Мы видим распад глобальной системы мировой торговли, которая выстраивалась целый век с первых таможенных соглашений. Это привело к глубокому разделению труда, «Каждая страна занималась своим делом». Если сейчас Запад откажется поставлять нам чипы, автомобили-самолёты, то Россия сможет, в свою очередь, отказаться от поставок на мировой рынок чего-то своего с целью развивать у себя и использовать конкурентные преимущества. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!